Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии пройдет ремонт тротуаров. Они будут обустроены плиткой и асфальтобетонным покрытием. И на курорте Архиз состоится фестиваль по горным лыжам Кубок Архиза Мастерс. Далее подробно об этих темах и не только. Правительство России направит свыше 7 миллиардов рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня направлен свыше 7 миллиардов рублей 80 муниципалитетам из 48 российских субъектов. Все они победили в седьмом всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Регионы, представившие лучшие проекты, получат от 80 до почти 400 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию комплексных решений по перезапуску важных для городов мест, парков, набережных, площадей, улиц. Это мероприятие проходит ежегодно по инициативе президента. За 6 лет в нем победили свыше уже 600 муниципальных образований практически всех субъектов страны. В прошлом году глава государства поручил вдвое увеличить размер призового фонда до 20 миллиардов рублей. И в связи с этим приняли решение организовать дополнительный седьмой конкурс и расширить его, пригласив к участию в городах с численностью до 200 тысяч человек. За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием, это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов. 16 февраля в Доме правительства Республики состоится очередная 45-я сессия Народного собрания Карачао-Чрикесии. На рассмотрение и утверждение парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в их числе о внесении изменений в региональные законы о республиканском материнском капитале при рождении, усыновлении четвертого ребенка или последующих детей и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, о социальной поддержке отдельных категорий ветеранов и другие. Глава Карачао-Чрикесии Рашид Тимрезов поздравила с вековым юбилеем труженицу тыла из Кубины Цуцу Коговну Дагужиеву. Далее цитата руководителя региона. «Цуца Коговна из-за невероятно стойкого и вместе с тем щедрого на доброту поколения. Она достойно пережила все испытания Великой Отечественной войны, попав даже в плен к фашистам. Не сломили ее и тяготы послевоенного времени. Жизнерадостная, мудрая, преданная своей малой родине и своей России, наша землячка – бесспорный пример трудолюбия, любви к ближнему и истинного патриотизма. Цуца Коговна воспитала дочь и пятерых сыновей, и сегодня в свой прекрасный юбилей она окружена заботой и вниманием своих близких. У нее 15 внуков и 28 правнуков. О всей души желаю именинницы крепкого здоровья и семейного уюта. Спасибо за ваш труд, доброе сердце и за неоценимый вклад в Великую Победу», – написал в самоофициальном телеграм-канале Рашид Темрезов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собрано 22 тысячи тонн картофеля и 209 тысяч тонн свеклы. Кроме того, коснулись темы осуществления на территории региона мероприятий по государственному ветеринарному контролю и надзору. Так, в 2022 году в Крача-Чехесе было проведено порядка 79 контрольно-надзорных мероприятий, а также 249 профилактических. Для обеспечения эпизоотического благополучия и совершенствования систем ветеринарной безопасности на территории республики разработана дорожная карта. В Региональном министерстве по делам молодежи прошла пресс-конференция по вопросам реализации программы комплексного развития молодежной политики на 2023 год. Она объединяет несколько направлений, включая работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также по развитию добровольчества и содействию карьерному росту. Информацию комментирует министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Хотелось бы начать с того, что Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии разработало программу комплексного развития молодежной политики на 2023 год. Со своей стороны всемирную поддержку в реализации данных инициатив оказывает глава Карачаева-Черкесской республики. Лавиноопасные очаги, образовавшиеся из-за сильных снегопадов, нейтрализовали на горнолыжном курорте Дамбай. В результате осуществлен принудительный спуск двух снежных лавин объемом 700 и 2000 кубометров. На данный момент угроза схода снежных лавин в Дамбай ликвидирована. Все канатные дороги и горнолыжные трассы курортного поселка возобновили работу в штатном режиме. По данным главного управления МЧС по Карачаев-Черкесии в горах республики, на высоте более 2500 метров угроза схода снежных лавин сохранится до 9 февраля. В республике уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остается высоким. Среди взрослого населения Карачаев-Черкесии от 15 лет и старше эпидемический порог заболеваемости превышен на 12%. По итогам прошлой недели зарегистрировано 1227 случаев заболеваний ОРВИ. Среди совокупного населения республики прирост составил 23%. Положительный прирост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет. Наибольший уровень прироста в возрастной группе взрослого населения на 41%. На прошлой неделе было выполнено 480 исследований от 27 больных, в ходе которых выделены 7 штаммов вируса гриппа группы АН1Н1. Всего за текущий эпидемический сезон выделено 76 штаммов вируса гриппа. Все лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом произошли среди непривитых граждан. За 2022 год судебными приставами-исполнителями подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачао-Чекесе окончено и прекращено более 1500 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 291 исполнительное производство больше, чем в позапрошлом году. Тему продолжит заместитель руководителя ведомства Виталий Анциферов. Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 131 миллиона рублей. По состоянию начала текущего года на исполнении находилось 1405 исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 65 исполнительных производств меньше, чем по состоянию начала 2022 года. По данным исполнительным производствам судебными приставами-исполнителями в отношении должников применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренных действующим законодательством. В 2022 году в Карачао-Чекесе увеличилось количество пользователей газом. Об этом сообщил советник генерального директора общества «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Сергей Остриков. В 2022 году «Газпром Межрегионгаз Черкесск» увеличил абонентскую базу на 1107 потребителей среди физических лиц, а также начал поставки газа для 141 юридического лица. Впервые начали получать газ важные социальные объекты. Это новая центральная и районная поликлиника в городе Карачаевск, ясли сады «Насып» в ауле «Сарытюз» и теремок в городе Усть-Джигута, средняя общеобразовательная школа в ауле «Гюрельдиук» Усть-Джигутинского района, здание бюро «Медико-социальные экспертизы» в Черкесске, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сосрука» в ауле «Хабес». Обеспечена газом главная соборная мечеть Карачаево-Черкесии, открытие которой состоялось в декабре прошлого года. Кроме того, на газ переведены две котельные в городе Тиберда. Введены в эксплуатацию две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Студенты факультета дизайна и лингвистики Северокавказской государственной академии шьют терморубашки и кальсоны для военнослужащих. Инициативу поддержало и руководство академии. На площадке вуза действуют швейные лаборатории, где студенты факультета дизайна и лингвистики занимаются пошивом нательного белья. У студентов института есть несколько направлений подготовки, одну из которых – дизайн костюма. Ребята наряду с преподавателями разработали модель нательного белья разных размеров. В раскроенном цехе преподаватели раскрывают детали и отдают на пошив студентам. Тему продолжит проректор по молодежной политике Элла Дормилова. Конечно же, хотелось бы выразить большое спасибо нашим студентам за ту ответственность, которую они на себя взяли за эту миссию. Каждый из них хотел внести вклад в наше общее дело. И если будет необходимость в нашей продукции, то мы эту работу не будем останавливать, а ее продолжим. В этом году Черкесск станет еще более удобным для пешеходов. В городе пройдет ремонт тротуаров, они будут обустроены плиткой и асфальтобетонным покрытием. В частности, в скором времени в республиканской столице начнется укладка асфальтового покрытия на 30 участках общей протяженностью около 17 километров. Плитка появится на проспекте Ленина от Комсомольской до Кавказской, Кавказской от Красноармейской до Гагарина, Калантаевского от Умара-Алиева до Ворошилова и в переулке Союзном. Много работы также планируется провести по улице Парковой от Даватора до площади Петрусевича. Весь список запланированных к ремонту пешеходных зон сформирован по обращениям горожан. Средства на эти цели из Дорожного фонда Карача-Чекеси выделены решением руководства республики. Напомним, в прошлом году плиткой выложили около 25 тысяч квадратных метров тротуаров. По требованию прокурора республики суд приостановил эксплуатацию гостиницы Андерсен в Донбай. О причинах такого решения Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карача-Чекеси. Прокуратура города Карачаевска провела проверку соблюдения земельного законодательства. В ходе проверки выявлены нарушения при строительстве и эксплуатации гостиницы Андерсен в поселке Донбай. Нарушения были связаны с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Также здание гостиницы не отвечало требованиям строительных правил, в связи с чем создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился с иском в суд к собственнику гостиницы о приостановлении ее эксплуатации. Карачаевским городским судом вынесено решение об удовлетворении иска прокурора. Суд обязал собственника приостановить эксплуатацию здания гостиницы Андерсен до полного устранения нарушений законодательства. В преддверии посевной кампании 2023 года Северокавказское межоригинальное управление Россельхознадзора напоминает сельхозпредприятиям Карачаев-Черкеси о требованиях законодательства в области земельного надзора и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Информацию комментирует государственный инспектор управления Роман Седых. В соседнем с республикой Ставропольском крае фиксируются случаи массовой гибели диких животных на полях. Установлена прямая связь гибели животных с размещением приманочного материала для мышевидных грызунов. Фермеры размещали протравленные зерна на поверхности участков, что привело к экологической катастрофе. Приманочный материал необходимо размещать непосредственно в норы грызунов, это исключает его поедание нецелевыми видами животных. Также Управление Россельхознадзора обращает внимание, что к применению допустимы только те пестициды, которые входят в утвержденный Министерством сельского хозяйства государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Отделением Социального фонда России по Карачао-Чекесе на сегодняшний день оформлено 30 электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 660 тысяч рублей. В электронном каталоге технических средств реабилитации представлено свыше 6700 изделий реабилитации, а также 609 организаций поставщиков и производителей средств реабилитации. А в нем можно узнать стоимость тех средств, уточнить их производителей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Началась весенняя сессия онлайн занятий по финансовой грамотности для старшего поколения Карачао-Черкесии. В новом сезоне люди старшего поколения узнают много полезной информации, в частности, как распознать самые актуальные схемы, используемые мошенниками, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов, а также как грамотно спланировать свой бюджет. На эти и многие другие вопросы ответят лекторы Банка России в прямом эфире. Такие уроки помогут старшему поколению чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами. Весенняя сессия продлится до 21 апреля. Жители Карачао-Черкесии могут стать участниками национальной премии в области туризма «Маршрут построен». Целью конкурса является формирование интереса у граждан страны к изучению России, своей малой родины, к внутреннему туризму и воспитания патриотических чувств в молодежной среде. Призовой фонд 100 сертификатов на поездку по программе «Больше чем путешествия». Организаторами выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше чем путешествия». 11 февраля гостей Архиза ждет настоящий праздник музыки и спорта традиционный фестиваль «Музыка в горах», который курорт принимает с 2013 года. Подробности сообщила ведущая специалист управления по связям с общественностью компании «Кавказ-РФ» Марьяна Белая. В эту субботу на курорте Архиз будет по-настоящему музыкально-спортивно. У нас пройдет ежегодный фестиваль «Музыка в горах» от радио «Энерджи Пятигорск». Это наш давний партнер. Фестиваль они проводят с 2013 года. И пока нет даже мысли менять локацию, потому что, как сказал организатор, Архиз – это лучшее место на Северном Кавказе для таких фестивалей. И мы, конечно, поддерживаем. С 9 утра и до вечера на главной сцене курорта в поселке Туристическом Романтик наших гостей ждут эксклюзивные сеты от диджеев, танцы и конкурсы с призами. Будет весело, энергично, спортивно, музыкально. Ждем всех провести яркий выходной на Архизе. 9 февраля в Архизе пройдет фестиваль по горным лыжам Кубок Архиза Мастерс. В открытых любительских соревнованиях примут участие все желающие из разных регионов страны. Мероприятие проводится для предоставления инструкторам возможности улучшить свои показатели в классификации, претендуя на звание лучшего российского спортсмена-горнолыжника. Гонки пройдут на трассе курорта номер 9 «Красный карлик». В эти дни во дворце спорта «Юбилейный Черкеска» проходит чемпионат и первенство северокавказского и южного федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях принимают участие спортсмены разных возрастных категорий от 12 до 40 лет. Юные футболисты Республиканского центра заняли первое место в зимнем турнире на призы детского футбольного клуба «Динамчики» среди ребят 2016 года рождения. Первое место досталось команде «Академия футбола Черкеска», второе – спортсменок команды «Динамчики» из Таврополя и третью ступень «Педестала» заняли футболисты КЭС Невиномыска. Лучшим игроком турнира стал Аляс Кишмахов, а лучшим игроком команды – Шамиль Татаркулов. Ну и последняя информация. В Нальчике прошло первенство Северокавказского федерального округа по тэквондо среди юниоров в возрасте от 15 до 17 лет. Победителями и призерами состязаний стали Рауля Горженоков, Милана Кисаева, Мирослава Слинькова, Амир Выков, Ксения Макатерова, Милана Тимушева, Амина Абитова, Дамир Чорчаев и Кира Слинькова. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная погода, снег местами сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 10 градусов мороза. На дорогах Гололедица местами снежные заносы. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до минус 9 и на дорогах города Гололедица. В Республике объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 8 февраля местами в Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег. Таковы и наиболее заметные события Республики новостной блог провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.